Все стынет, Гриша. Садись уже. Иди-ка сюда. Живей! Это что значит? Это значит, что ты ленивая мелкая дрянь. И ешь свой хлеб напрасно. На меня смотри! Идем, идем, идем. Ты с ними учишь, тебя учишь, кормишь, тебя кормишь, а толку ноль. Сутки без воды еды. Ну, что, коллеги, с добрым утром. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Посмотри на нее. Гонора-то сколько. Прет, как танк. Говорят, Марк ее в приемнице готовит. У-у-у! Пропало из дательства. Она свыше вернет. У нее все профнепригодные, разве что кроме Господа Бога. И то наверняка претензии имеются. Здрасте, здрасте. Курить врядно, Людмила Александровна. Особенно в вашем возрасте. Возвращайтесь на рабочее место, если вы помните, где она находится. Вот стерва. Так что там с рукописью Кайсара, Людмила Александровна? Почти готова. Что? Почти готова. Почти готова? Она была десять дней назад. Как думаете, если передать ее Эдику, процесс ускорится? Я не совсем уверена, что этот роман вообще следует публиковать. Вы не совсем уверены? Подождите. Напомните, может быть, это вы открыли миру Буковски? Или ваших рук дело карьера Чака Паланика? Я не понимаю… Я понимаю. Почему в нашей редакции их никогда не будет? Потому что у нас редактура бескрылая, очень осторожная, консервативная теперь, ясно? Да куда уж я с ней. Вы очень потерялись во время, Людмила Александровна. Миллениум мы отпраздновали двадцать лет назад. Я думаю, календарик нужно сменить. Я подумаю. Подумайте. И о пенсии тоже. У нас ЧП. Что? Самоубийство. О, господи. Еще не произошло, но намечается. Залез на крышу идиот, грозится с минуты на минуту прыгать. Так вот пусть идиотом занимаются соответствующие службы Эдик. А у меня к вам серьезный разговор, прошу. Самоубийца этот. Он очень хотел опубликоваться в нашей редакции. Просто заваливал графоманией своей. И? Ну, я взял на себя смелость ему отказать. Кто же знал, что… Имя этого графомана? Дробот. Аркадий Дробот. И что он вам присылал? Да все подряд. Повести, романы, чушь редкостная, швак. Зацепиться не за что? Столошные идеи причастные обороты. Я уже не говорю про прочие излишества. А название вы помните? Эдик, у вас феноменальная память. Напрягитесь. Наведение до самоубийства – это не самая приятная статья, верно? А что, могут обвинить? Так, сейчас. Вот. Отрубленная голова на нудийском пляже. Все зомби должны умереть. И этот… Кровавый алтарь. Аж за натверждающим. И это, наверное, не важно. Но Дробот, он чучело клепает в областном краеведческом. Таксидермист? Штатный. МЧС вызвали? И полицию тоже. Ждем с минуты на минуту. Эй! Куда полезла? Там опасно! Последний день, когда я могу обратиться к вам, дорогие мои пользователи и читатели. Я сейчас собираюсь прыгать. Вот здесь вот. Потому что люди, которых я попросил опубликовать свой роман… Все правильно. Все зомби должны умереть. Так, не подходите. Я прыгну. А, я вас узнал. Я вас по телеку видел. Это все из-за вас сейчас будет. Понимаете? Все это случится из-за вас. А здесь красиво. Правда. В следующий раз я доской вприду. Что вы несете? Я сейчас прыгну! Вы хотите писателем стать? Я и есть писатель. Ясно? Всего-то и нужно-то было меня опубликовать. Вот и все. Нет. Это так не работает. Хотите, я вам дам пару советов? Они обычно очень дорого стоят. Но для вас обойдутся бесплатно. Ладно. Продолжайте. Вы таксидермист, верно? Ну, допустим. И что? Ну, что, если чучело набить всяким дерьмом? Требухой, обрезью, мокрыми тряпками. Не-не-не. Это исключено. Есть определенная технология. Отлично. Вот представьте, что ваш роман – это чучело. Оскорбляйте! Я спрыгну сейчас! Я пытаюсь до вас донести простую мысль. Не надо в книгу совать что ни по пути. Она сгниет на корню. Технологии такие. Технология, говорите? Попробуйте ужать ваш роман до размеров японского трехстышля. Сразу станет понятен замысел. О комиксах не думали? О комиксах? Нет. Все нормально. Мы разговариваем. Да. Поздравляю тебя, девочка моя. Ты сегодня героиня дня. Через месяц я лечу в Шанхай. Я хочу, чтобы ты тоже участвовал в переговорах с китайцами. Пора выводить тебя в высшую лигу. Я готова. А пока у меня к тебе просьба личного характера. Ты наверняка слыхала о Викторе Берге. Его книги издавались стотысячными тиражами. Собственно, именно благодаря Бергу наше издательство и сумело закрепиться на рынке. Я не знала этого. Теперь все по-другому. Последний роман он писал четыре года. Но, увы, он совершенно нечитабелен. Берг мой старый друг. Я хочу, чтобы ты с ним встретилась и убедила его, что книга сарая и требует существенной доработки. Мне нужно ознакомиться с материалом. И она такая, все нормально, мы разговариваем. А меня на пенсию отправляют. Это как? Ты же издательский талисман. Работа единственное, что у меня есть. Ты же знаешь. А торт сегодня просто супер. Рецепт дашь? А я смотрю, рабочий процесс в разгаре. Значит так, Эдик. Рукописью Кайсарова с сегодняшнего дня занимаетесь вы. А в ближайшее время я намерена сообщить руководству о нашем лишении, Людмила Александровна. Надеюсь, совместно. Так не должно быть. Будет именно так. Люся. Людмила Александровна. Отличный редактор. Возможно, была когда-то. Но сейчас, увы, нет. Уважать плохого работника контрпродуктивно. Издательство не благотворительный фонд и не богадельня. Сегодня день рождения Люсиной дочери Фаины. Поэтому и торт. Я не против чьих-то дней рождения. Я против застолья в рабочее время. Фаина училась на художника. И должна была ехать во Флоренцию на стажировку. Но за день до отъезда она пропала. Не вернулась домой после прощальной вечеринки у друзей. И больше ее никто не видел. Ни живую, ни мертвую. Никаких следов, как будто ее и не было никогда. Понимаете? Так… Ты и Monthly ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извини. Много работы, не успевай поесть. Будем считать, что я спас трудоголик от голодной смерти. У меня новости. У меня тоже. Через месяц я еду в Шанхай вместе с Марком. Ты понимаешь, что это значит? Да. Тебе придется выучить китайский за месяц. Причем шанхайский его диалект. Нет, правда. Это большая игра. И я не на скамейке запасных. Может, закажем шампанское? Подожди. Мне нужно сказать тебе кое-что важное. Что это? Это дурацкая традиция. Если любишь женщину и хочешь, чтобы она стала твоей женой, даришь ей кольцо. Выходи за меня замуж. У нас был уговор. Секс без обязательств. Ты помнишь? Ну да, но многое изменилось, и меня теперь это не устраивает. Меня тоже. Правда? Да. Я, собственно, тебе давно хотела об этом сказать. Я думаю, наши отношения не исчерпали себя. Так, подожди. Ты же не можешь… Дима, пожалуйста. Давай без цен. Спасибо за ужин. Кольцо шикарное. Сохрани, оно тебе еще пригодится. Вниз. Скажи мне правду. У тебя кто-то появился? Нет. Ну, тогда давай оставим все, как было. Дим, не получится. Я что, не достоин даже объяснения? Просто его нет. Так уже слова никто не складывает. Некоторым людям надо законодательно заплететь писать. Мне сегодня девушка любимая бросила. О! Красивая. Красивая. Ты присмотрись. Ничего так. Что мне делать, а? Ну, скажи. Да, ради бога. Снимок утилизируешь вместе с остальными ее фотографиями, если имеются. А в бумажник ставишь фотографию собаки. Собака есть? Нет. Жаль. Далай-Лама тоже подойдет. Как вариант, вся вселенная Марвел в полном составе. Плевать мне на вселенную. Мне только на нее не плевать. Я ее люблю. А может, к лучшему, что она тебя бросила? Может, тебе повезло? Нет. Ты ей так говоришь потому, что ты ее не знаешь. Могу предположить. Альфа-самка привыкла доминировать. Секс – не исключение. Обожает утренние пробежки по трупам конкурентов. И ради карьеры готова на все, вплоть до каннибализма. В точку? Ну… Значит, в точку. Иначе бы ты так не убивался. У меня для тебя две новости – хорошая и плохая. У нее есть слабое место. Это плохая новость? Да. А хорошая, ты его не нашел. Он милый. С ним… С ним безопасно. То есть, с ним вы себя чувствовали в безопасности? Он был не опасен для меня. И он сделал мне предложение. И вы, как обычно, ответили отказом. Я его не люблю. Не любила. Просто иногда хочется почувствовать себя живой. Ну, а ваш партнер? Он ведь тоже что-то чувствует. А у нас с ним все было говорено заранее. Все флажки расставлены. Я была с ним честна. Анна, я знаю вас несколько лет. Я все это время наблюдаю непрерывный побег вдоль флажков. Ну, может, пора остановиться. Выбрать подходящее место. Есть такой уголок на примете? Поля. Бескрайние поля, залитое солнцем. Ветряк высокий такой, деревянный. И звон колокольчиков. Кажется, это как-то связано с домом моих родителей. Вы его помните? Только ветряк. И колокольчики. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне нужен, Виктор Петрович, вверх! Извините. Виктора Петровича где найти? Налево! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В нынешнем виде роман не может быть опубликован. Нужны правки существенные. Во-первых, а кафе... Кофе? Чай? Стакан воды, если можно. Детские игры. Так называется эта картина. Принадлежит кисти неизвестного художника Круга Брегеля. Завораживает. Не правда ли? Да. Вода. Благодарю. Значит, Марк думает, что роман нужно переделать, и поэтому прислал вас. Старая лиса. Ну, а вы? Что думаете вы? А я думала, что даже существенные правки не спасут эту вещь. Проще забыть и написать новую. Ну, я боюсь, что не успею. Почему? Мне осталось месяц, отсыл и два. Неоперабельная опухоль. Да был с ним, с романом, а? Тем более он не нравится такой очаровательной девушке, как вы. И кофе. Эдик, правки по кайсаровской рукописи должны быть закончены к понедельнику. И подготовьте подробную библиографию. Черт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я стою на трассе, у указателя поселок Лось, один километр. Я вам пришлю геолокацию. А, в течение часа. Спасибо, я жду. Спасибо. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да? Марк Борисович? Ну что, есть новости? Как прошла встреча с Бергом? Хорошо. Лучше, чем ожидалось. У меня появились соображения по поводу его романа. Хорошо. Обсудим это в издательстве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Американу, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не получится. Кофеварка сломалась. Но есть вода, соки. Ну, давайте сок апельсиновый. Апельсинового нет. Грейпфрут, томат, ананас. Томат давайте. Прекрасный выбор. Что, с машиной неполадки? Как вы догадались. Сами не местная. Пришли пешком. А у нас тут не разгуляешься. В чайне Лас-Вегас. Да, я колеса пробила. Аварийку жду. Да. Слушайте, может вас десертики интересуют? Меня дом интересует в поле. Рядом с ветряком. Вы, может, хозяев знаете? Ну, вы что, купить хотите? А он продается? Вы уже хреново тучу лет. Я за это время три раза развестись успела. А что, с домом что-то не так? А что не так? Дом как дом? Ну, мало ли. Может, он на костях стоит. Или полтергейст. Ужас сами тевили. Не. Про ужас я не слышала. У нас же тут тишь да гладь. Чайне Америка. Вообще, может, люди боятся на отшибе селиться. Без соседей наверняка совсем скучно. Ну, а дома до ближайшего поселка рукой подать? Да лосей-то. Пять минут ходьбы. Слушайте, если вам так этот дом понравился. Вон же, висит объявление о продаже. Вон. Там, под котятами. Хорошо подтянуть федеральный канал. И все-таки 25 лет отдам из крупнейших издателей страны. И провести в рамках мероприятия благотворительный аукцион. Вся эта подготовка не в сфере твоей капитенции. Я понимаю. Ну, ты отличный организатор. Марк Борисович, я видела в списках приглашенных Берга. Вы знаете, что он болен? Серьезно. Я знаю, что он несколько лет боролся с раком. Успешно, как мне казалось. У меня другие сведения. Из первых рук. Месяц-два. Пожалуй, следовало к нему съездить. Два месяца – это большой срок. Я могу подключить своих авторов. Они заново перепишут роман. Естественно, фабулу мы оставим оригинальной. Не думаешь, что Берг пойдет на это? Он вряд ли узнает. Это будет посмертное издание. Параллельно мы запустим рекламную кампанию. Это подтолкнет продажи. Да и старые книги Берга купит охотнее. Марк Борисович, мы джек-пот сорвем. Прежде чем Берга забудут навсегда. Что-то не так? Все так. Теперь я могу быть спокоен. Из тебя получится хороший издатель. Утверждаю. Это все из-за вас, между прочим. Из-за вас. Все здесь красиво. В следующий раз и на свадьбе. Что, не счете? Я сейчас прыгну. Коттедж был построен еще в конце 80-х. По авторскому проекту. Из экологически дружелюбных материалов. Да, здесь все сделано вручную. Дом практически автономен. Даже электричество вырабатывает ветря. Архитектор хорошо известен в профессиональных кругах. Если хотите, я могу уточнить имя. Не суть, не суть. Ну, а теперь о собственнике. Живет в Испании. В России бывает редко. Много лет дом сдавался. Ну вот. А теперь мы ищем покупателя. Как давно? Ну, просмотры проходят регулярно. В этом месяце их было около десяти. Да. Как бы ноги не оттоптали в очереди. Просите? Нет, это... Просто хотелось бы избежать подводных камней. А их нет. Судите сами. Прекрасное, уединенное место. Да, на отшибе. Ну, отчего же. Рядом элитный коттеджный поселок. Но дом, конечно, не из новых. Но в нем есть своя изюминка. Разве это не прелесть? Да, пожалуй. Сочетание цены и качества, учитывая все плюсы, просто идеальное. Дом продается с мебелью. А на этом фоно наверняка играл сам Рахманинов. Ну, кто знает, кто знает. Меня устраивает цена. Я покупаю дом. Здорово получилось, ваша Балясина. Если вы хозяин, то его нет дома. А когда он будет? Ремонтом занимаетесь, да? Всем понемногу. Да. Я видела, в прошлый раз вы клумбы поливали. Специалист. Широков профиль. Берг будет через полчаса. Вы можете подождать его в доме. О, рада вас видеть, Анна. Была неподалеку. Тем более. Вот. Юбилей издательства. Надо же. Неужели 25 лет прошло? А я еще застал книжные склады в промзоне на Литовской. А не и сейчас там ничего не изменилось. Знаете, в этом мире вообще мало что меняется. Дела идут приблизительно так же, как там. Смелое предположение. На картине их тринадцать. Тринадцать детей. Вернее, двенадцать. Плюс один. Тот с лошадкой. М? Да, смерть здесь обычный ребенок. Это несколько примеряет нас с действительностью. Ну, детей вообще глупо обижаться. Тем более, они готовы следовать за кем угодно. Если поверят ему. Хотите, я отгадаю, о чем вы сейчас думаете? О чем? О том, кому достанется эта картина, когда я умру. Почти угадали. Первое, о чем я подумала. Но вы же картину не продадите. И денег у меня таких нет. Поэтому раздумываю, как бы ее половчей украсть. А приглашение, которое вы привезли, всего лишь предлог. Естественно. Хочу купить дом. Поблизости. Поселок Лоси. Ну, я знаю. И мне нужен человек, который смог бы мне помочь с ремонтом. Может быть, ваш работник согласится? Работник? Строитель из флигеля. Клим? Клим не работает у меня. Он мой гость. Но вы можете поговорить с ним. Может быть, он согласится помочь и вам. Сдачи не надо. Хорошая гепка. Хорошая гепка. Хорошая гепка. Людмила Александровна. Я вот о чем хотела с вами поговорить. Вот это вам. Доставили с курьером. Договор Кайсаровского лит-агента. Отлично. Да? Да, алло. Скажите, а когда будут готовы все документы? Я сама не хотела бы тянуть. Тогда предлагаю встретиться на месте и все подписать. Сегодня же я выезжаю к вам, да. Все, лечу. Поздравляю вас, Анна. Теперь вы полноправная хозяйка дома с ветряком. Надеюсь, здесь вы будете счастливы. Я вот и уверена. Так. Водоклара. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok